Великие имена России. Под таким названием проходит общенациональный конкурс. Имена выбирают для того, чтобы присвоить их российским аэропортам. Какое имя подойдет Чебоксарской воздушной гавани, волонтеры решили обсудить с горожанами. Время признаний. Уже к концу года Чебоксарский аэропорт получит имя одного из великих людей Чувашии. Кандидатов всего пять. Герой Советского Союза Александр Боголюбов, Чувашский просветитель Иван Яковлев, знаменитый офтальмолог Святослав Федоров, ученый-кораблестроитель Алексей Крылов и летчик-космонавт СССР Андриан Николаев. Цель общенационального проекта Великие имена России – это присвоение имен аэропортам нашей страны. Хочется сказать, что присваиваются имена соотечественникам, которые внесли значимый вклад в развитие и становление нашей республики, нашей страны. На улицах города волонтеры Победы, так называется эта патриотическая организация, рассказывали прохожим о проекте Великие имена России. Объясняли, где, как и за кого можно проголосовать. Вы можете активно принять участие в голосовании? А где надо голосовать? Голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Параллельно у прохожих спрашивали, кто такой Боголюбов, чем знаменит Крылов и что для республики сделал Николаев. Николаев – это космонавт. Аэропорт должен быть назван имени Андрея Николаевича Николаева. Совесть нашей нации, Чувашской. Думаю, что назвать именем его аэропорт надо обязательно. Ты знаешь, сейчас на какой улице мы находимся? Николаева. А ты знаешь, в честь кого она названа? Нет? Ты не знаешь, чей это памятник? Да. А вы знаете, знаете, что там? Знакомая какая-то. А кто она? Сегодня горожане единогласно отдавали голоса Андреану Николаеву, и это неудивительно. В первую очередь с небом у нас ассоциируется космонавт. Кстати, принять участие в голосовании может любой желающий. С 12 по 30 ноября такую возможность предоставят на всех вокзалах, в аэропорту, в вузах, СУЗах и торговых центрах столицы. Проголосовать можно и на сайте конкурса великие имена.рф. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.